Доктор исторических наук, директор Института Восточных Рукописей Российской Академии Наук. Собственно говоря, это самый-самый-самый институт в системе Академии Наук, потому что он ведет свое начало еще от Азиатского музея 1818 года. Артем Игоревич Кобзев. Доктор философских наук, профессор. Причем он здесь представляет не только отдел Китая Института Востоковедения Российской Академии Наук, который он возглавляет, но и МФТИ, Московский физико-технический институт. А еще и РГГУ. А еще и РГГУ. Как видите, блестят. И Алексей Митриевич Воскресенский, доктор исторических наук. Это наши самые-самые дорогие гости. Доктор политических наук. Прошу прощения, МГИМО. Он имеет прямое отношение к нынешнему названию нашего института. Кроме того, в зале присутствуют еще наши дорогие коллеги. Это Яна Валерьевна Лексютина, доктор политических наук. Санкт-Петербургский университет. И Валерий Алексеевич Летяев, доктор юридических наук, заведующий кафедрой международных отношений, регионоведения и так далее. Будем неформальными. Перед тем, как начать задавать вопросы, перед тем, как дать слово нашим дорогим гостям, я бы хотел еще обратиться к нашим студентам. Вы знаете, на самом деле не так часто бывают в жизни моменты, по крайней мере, я свое мнение выражаю, не так часто в жизни бывают моменты, которые можно в полной мере назвать, пусть в какой-то степени, историческими. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Я надеюсь, каждому в этой аудитории известно имя Аркадия Стругацкого, такого писателя, который был не только фантастом, но, в общем, еще переводил с японского и переводил блестяще. Так вот, он в свое время заканчивал военный институт иностранных языков. Это было в самом конце Великой Отечественной войны. И готовили из них там специалистов-офицеров со знанием языка, в данном случае у него был японский. И когда уже гораздо позже, в конце жизни, его спрашивали, каким он был студентом, он честно и откровенно сказал, что студентом он был безобразным. Но не потому, почему вы подумали. Дело в том, что он говорил, что когда он учился, у него были блестящие учителя. Например, Николай Иосифович Конрад, академик. Его имя знает прекрасно каждый, кто интересовался военными канонами Древнего Китая. Так вот, он в свое время, молодой еще, совсем недоумевал. Зачем ему вот это? Зачем ему академики? Зачем ему архаический японский язык? Зачем ему вообще все эти разделы всемирной литературы, всей этой общей культуры? Потом уже он понял, что когда он уже сам, собственно, начал в этом вариться, когда он уже сам переводил разных писателей, в том числе и средневековых, он, как сам уже откровенно говорил, говорит, тогда-то я только и понял, что было на самом деле важно, нужно и ценно. А время-то уже драгоценное было упущено. Поэтому я в высшей степени призываю внимать, внимать, насыщаться, и чтобы вот это внимание, оно чувствовалось физически. Это будет прекрасно. Сегодня мы бы хотели, я надеюсь, наши гости тоже с удовольствием на эту тему поговорят, обсудить вопросы, ну, не только, естественно, нашего славного прошлого, общего нашего прошлого, но все-таки и настоящего и будущего. Все-таки прежде всего, что интересного, да, что важного, что нужного делается и в научном плане, и в каких-то других проектах, учреждениях, которые наши дорогие гости представляют. Ну и, соответственно, к чему мы пойдем дальше. Вот я надеюсь, Артем Игоревич озвучит какие-то интересные моменты, потому что на пленарном заседании нашей конференции, конференции «Россия-Китай», 10-й юбилейный, уже, например, прозвучал такой замечательный проект, великолепно по латыни названный «Сина Тартарика». Вот я надеюсь, Артем Игоревич нам это озвучит. Спасибо. Ну, я пару таких предварительных замечаний себе позволю сделать. Насчет самого-самого. Ну, тут уже озвучала тема некоторой наших интимных связей с Институтом Восточных Рукописей. Мы, в общем, нас из одной бочки наливали в свое время. Так вот, я представляю Институт Востоковедения, который является самым крупным гуманитарным институтом Академии наук, нашей несчастной Академии наук, которой неизвестно, что будет. К сожалению, за время всяческих реформ последних он уменьшился в два раза численно. Я как-то очень страдал, а вот отдел Китая наш, когда я его принял под свое руководство, он составлял 17 человек, а в советские времена там было 55 человек. Ну, слава богу, мне удалось как-то ее несколько увеличить, это количество. Сейчас у нас 27 человек в отделе. Вот. Ну, вот такое состояние. Хотя и это не самое худшее, бывает и хуже. Я вот недавно узнал, что баллотировавшийся в президенты Академии наук господин Панченко возглавляет институт, некий важный, как сами понимаете, находящийся в структуре, так сказать, такого подразделения, которое кует щит Родины, так они в три раза уменьшились численно, вот эти ученые. Ну, и востребованность больше. Теперь, значит, о Конраде, так вот, раз уж это имя прозвучало, японском языке. Вообще, этот японский язык Конраду жизнь спас. Это вот не то, что, так сказать, разговоры Стругацкого о чем-то, вот, что хотелось, что не хотелось, еще неизвестно, нужно было, не нужно. А жизнь спасло конкретно, очень конкретно. Вот те каноны, о которых было сказано Сунь-Дзе-Удзе, он же переводил, что называется, в местах не столь отдаленных, но вообще-то он переводил их на Лубянке, во внутренней тюрьме КГБ, ну, тогда НКВД, ВЧК и так далее. А оказался он, ну, оказался это отдельный сюжет, но выжил он потому, что, как гласит предание, у него был, когда он был как раз преподавателем, у него был некий ученик, который в то время, когда Конрад оказался в местах заключения, был начальником школы, спецшколы, и сумел вписать его имя в список на помилование ребят. И вместо, значит, положенных пяти лет, там, с поражением в правах, как говорят, там, еще ему, там, сколько-то порогам дали, вот, он, значит, отсидел меньше, ну, свое получил, естественно, по полной, вот, ну, выжил, вот, благодаря языку. Вот, ну, вообще, занятие историей востоковедния и китаистики – это дело очень интересное. Вот, на самом деле, я поговорю, безусловно, про то, что есть сейчас, и какие перспективы, вот, но, все-таки, формально, тема нашего заседания – это история востоковедния и китаистики, поэтому я кое-что скажу на эту тему, что можно сказать. Но блесу ближе. Так вот, к вопросу о вот этом институте военном и известном институте, московском институте востоковедения, который назывался сокращенно «Миф», и про который потом говорили, что он исчез как миф. Кстати, загадочнейшая история. В 1956 году на, значит, пике взаимоотношений с Востоком, когда говорили «Восток просыпается, а институт востоковедения спит». Вот такие были мысли. Но, тем не менее, значит, ломалась система колониализма, была великая дружба с Китаем, вот и Индия тоже, так сказать, подтягивалась. И в этот момент вдруг, значит, уничтожается институт востоковедения. А потом еще и институт китоведения тоже прикрыли. Ну, во времена вот недоброй памяти товарища Сталина всех бы этих закрывающих, может быть, самих закрыли. Ну, вот это по факту. Это вот удивительный такой исторический парадокс. Кстати, я, так сказать, так издалека захожу, повторяющиеся и в наши времена, они не все проходят. Так вот, занимаясь историей востоковедов и, в частности, такого, в общем, широко известного в узких кругах китаиста Юрия Мисаковича Грушянца, это наш коллега очень такой яркий, кстати, соученик академика Примакова, который был в свое время директором нашего института и дошел до позиции премьера, и даже очень известного премьера, вошедшего даже в историю. Вот на петля Примакова существует такая дипломатическая категория. Так вот, занимаясь историей господина Грушянца, я не мог понять. Он рассказал о том, что, когда он туда поступил, это в конце 40-х годов, там же оказался учащимся Андрей Тарковский. Я не мог понять, с какой стати, вот так же, как Стругацкий, помимо Стругацкого, вот арабским языком тогда, арабском отделении, был в Московском институте востоковедения великий кинорежиссер Андрей Тарковский. С какой стати? Он там полтора года проучился. Мне это было непонятно. Тем более, обстоятельства были такие. Значит, в комсомол он не вступил. Но для непонимающих, не вступить в комсомол, это значит не поступить в ВУЗ. Но это как бы, так сказать, со знаком антикачества человека. Никаким востоковедением он не интересовался. Он уже в конце школы любил театр, кино. Я стал смотреть его биографии официальные, но ничего, непонятно совершенно. А потом Ларчика открылся. Очень просто. Когда я выяснил, кто был директором этого института, оказалось, что директором в те поры... А узнать тоже было довольно сложно. И я это узнал, таким образом позвонил нашему коллеге, уже почившему, кстати, выдающемуся историку как раз отечественной китаистики, Александру Николаевичу Хохлову. И спросил, кто был директором. А он тоже в это время учился. Кто же был там директором? Он, естественно, забыл, но как архивист он имел у себя свой собственный диплом. Он в него заглянул, этот диплом, и увидел подпись того, кто его выдавал. Им оказался человек по фамилии Тарковский. Так вот, а Грушьянц, ну, память его немножко подвела, он сказал, что этот Андрей Тарковский поступил туда, потому что директором был его дядя. Ну, на самом деле это был никакой не дядя, потому что дядю расстреляли в 19-м году. Вот. Ну, судьба тяжелейшая у семьи. Про отца, наверное, знаете, Арсения Тарковского. Вот. А значит, это был, его действительно оказался родственник. И вот таким образом, то есть, вот эти факты о том, что он, значит, был с советской точки зрения некондиционным, значит, абитуриентом, наоборот, они ему его подтолкнули к тому, чтобы идти туда, где его примут и с такими данными. И вот он оказался в МИВе. И таким образом, вот, занимаясь историей востоковедения, я выяснил некий очень важный факт из биографии великого человека, про который никто не знал, кто им специально занимался. Ну вот, примерно так. А что касается вот истории востоковедения, я, кстати, очень рекомендую этим заниматься и китаистике, потому что совершенно неожиданно обнаружилось недавно, вот я сам с удивлением это осознал, что вот прошли уже с, так сказать, в Новой России, как минимум, там, с 91-го года, сколько там, 26 лет, четверть, больше, чем четверть века, мы до сих пор не осознали эту историю российской китаистики и востоковедения 20-го века. Она, на самом деле, это не написанная книга, но вот кое-что сделано и обнаружились совершенно удивительные вещи, то есть обнаружились некоторые закономерности. Есть известные люди, естественно, их книги, но что за этим стоит? Понятно, в те времена существовала цензура, поэтому многое было скрыто. Люди ушли. Есть люди, которые сознательно стараются не выносить ссоры из сбы, не вспоминать. У некоторых просто вот, чтобы выжить, такие были тяжелые времена, что есть психологические механизмы, которые вытесняют неудобную информацию, чтобы там не сойти с ума, люди не вспоминают. Это, кстати, очень интересная вещь. вот, мы, у нас в институте Востоковедения есть такой крупный проект, который называется «Российское китоведение. Устная история». На самом деле, это международный проект, его начинали китайцы на Тайване, имея в виду мировую синологию и устную историю. очень важная вещь. Для нас она гораздо более важна, чем для всего остального мира, вот, по высшезначенным причинам, потому что во всем остальном свободном мире там люди более свободно выражали, и информация более открытая. У нас, к сожалению, она была закрыта, и поэтому носители этой информации, то есть специалисты-востоковеды, это очень, значит, ценный человеческий источник. Ну, и вот это делается как? Один специалист приходит к другому, мы начинали, естественно, с ветеранов, и, знаете, как у китайцев, у них там есть вот в партийной номенклатуре, тоже меня в свое время удивило, они градуируют разных, так сказать, ганьбу, специалистов ценных, или по нашему, в нашем переводе номенклатуру, по возрастам, естественно, там уважение к возрасту, вот, поэтому я, кстати, тут как старейшина, между прочим, позволил себе начать, так вот, у них категории разные, и меня удивило, что у них есть категория 90-летних начальников, ну, и так вот, ну, и мы по китайской традиции тоже начали, там, с 90-летних, мы постепенно дошли до 60-летних, вот, ну, то есть, устно опрашиваешь, он тебе отвечает, есть такой список 67 вопросов, которые разработали эти, значит, тайваньские китайцы, и они отвечают, в свободной манере, очень рекомендую, на самом деле, это, сначала, это в электронном виде публикуется, и на разных сайтах это присутствует, на сайте, например, нашего института, у тайваньцев есть, это переводится на разные языки, ну, кстати, я надеюсь, вам известно, что у нас есть русскоязычный сайт, один вообще, и главный, единственный, академический, такой проверенный, под названием Синология.ру, вот, кстати, я, когда я там своих студентов оповещаю об этом, я им задаю такую на сообразительность вопрос, это Синология.ру пишется не через i или через и с точкой, а через y или y. Кто-нибудь, может, пока я тут вещаю, догадается, почему это так, ну, на всякий случай, пишется вот так, нетрадиционно. И вот на этом сайте тоже представлены некоторые материалы, и они и на бумаге есть, вот мы выпустили два тома, таких материалов российской синологии и устная история. И успели, кстати, сказать, вовремя сделали это важное дело, потому что вот в каждом томе нам примерно 10-12 человек, они довольно большие, такие солидные, и уже в каждом томе половины нет из этих замечательных людей. Это уходящая натура, так, а очень важно было получить вот такую вот информацию, которой нигде больше нет. Ну, знаете, у нас есть там великие исторические деятели, да вся вот эта вот гвардия сталинская, они практически ушли, ничего не оставили. Вот только Хрущев там наговорил какие-то мемуары, а так ничего нету, все эти Молотов, Каганович, вот, это же были носители колоссально интересной информации, этого нет. Вот мы пытались решить, значит, вот есть такой проект, имейте в виду, должно быть в библиотеке, вот, есть большой проект, тоже с этим связанный, уже четыре тома бумажных опубликованы, огромных, я уже касался этого вопроса, называется архив российской китаистики. Там есть потрясающие вещи, просто потрясающие вещи, например, там есть вот выдающаяся книга, которую как раз для студентов, все должны прочесть, которую академик Алексеев впервые хотел опубликовать, рабочая книга китаиста, вот, которую он хотел опубликовать в тридцать четвертом году, и вот с тридцать четвертого года ее опубликовали в десятом, в две тысячи десятом, пять раз пытались, академик, китаист номер один двадцатого века, наш, во всяком случае, и ничего, и в общем-то, ну что, там, историография, библиография, книжка, не могли опубликовать, вот только в советские времена, заместитель министра иностранных дел господин Федоренко пробивал эту книгу, ничего не получилось, интереснейшая история, раскрылась, раскрылась, это почему, как, вот механизм, кто мешал, кто, друзья и враги, как люди, значит, вот интереснейшая история, так сказать, из-за тоже прошлого, и Конрад-то вот оказался в местах не столь отдаленных, а другой академик, вот они, как бы, так сказать, такие величины соизмеримые, и, собственно, Конрад полагал в свое время, что он, как бы, два человека, два китая, главное, даже есть такое письмо, написал Алексееву, что вот нас, нас только двое, как вот там, Андрей Вознесенский писал, нас может быть только трое, в той ситуации, которая написана в романе Аксенова «Таинственная страсть» и вот даже в сериале, которых, правда, не наградили, так вот, значит, в синологии тоже их было, штучный товар, нас мало, вот нас тоже, может быть, только трое, а большие нет никого, как говорится, бросит сюда враги гранату, и все, нет синологии, вот, ну вот, наоборот, кучнее, 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 я вас прикрою, не бойтесь своим телом, вам жить и жить, вот, и, значит, вот Алексеев тоже, в 38-м году, вот, кстати, поучительная история для молодежи, сейчас вы знаете, наверное, от всех требуют публикации на разных зарубежных языках, вот, а что на своем, то, значит, вроде и не очень, есть такие страны, где вообще-то уже доведено просто до абсурда, вот, например, в Польше, там все, там вот только на английском языке, больше все остальное не считается, вот, а до чего это может довести, вот, надо быть осторожными, с молоду, вот, этот академик Алексеев, он умудрился, значит, побывав в Париже, в 26-м году, сдать, значит, там, в печать книжку, ну, это уже такая нейтральная, лекция по истории китайской литературы, ну, ее там через 10 лет опубликовали, и что, на французском языке, ну, казалось бы, у нас бы все бы обрадовались, да, вот, тебя признают, мировая величина, о, так, такое началось, в газете «Правда», кстати, очень тоже показательно, представьте, как в советские времена относились к востоковедению, то есть, в центральном официозе, в газете «Правда», обращали внимание на то, что вот там делается с каким-то вот, академик и академик, но вот, 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 сейчас никакие академики никого не интересуют вот в таких изданиях, да и, собственно, изданий таких уже и нету, вот, и началась проработка, то есть, его там просто рашпилем обрабатывали, как только не называли, вот, ну, тем не менее, вот, поучительная история, он себя демонстрировал, как человека старой закваски, который не любит пролетариат, вот он как профессор Преображенский себя вел, ну, не люблю я этот пролетариат и советскую власть, а, значит, академик Конрад будущий, наоборот, задрав штаны, бежал за комсомолом и писал, значит, статьи, как ему, значит, революция помогает заниматься востоковедением, и, чтобы вы думали, вот, к вопросу о том, прогибаться под изменчивый мир или нет, и, значит, вот тот, который фрапировал, даже не сел, а тот, который, значит, прогибался, вот, значит, оказался вот так, вот там, но зато с учениками было, вот, были такие, вот, все прорабатывали, а вот один ученик тут же, значит, вот выступил и сказал, я прошу прощения, у Ирины Федоровны, вот Ирина Федоровна не любит выносить ссоры из избы, да, а вот, а я, а я считаю, что у нас, ну, разные же бывают, могут быть разные позиции, вот, ну, у нас, вот, мы их спорим, как у Жванецкого, Ирина Федоровна говорит один, я говорю два, вот, у нас полемика, вот, поэтому я хочу сказать, ну, разные вот точки зрения бывает, так что вы можете тоже к этому относиться по-разному, вот, моя личная точка зрения, я с этого начал, что мы должны написать истинную историю российской китаистики, выяснить, кто герой, кто предатель, кто хороший человек, кто совсем нехороший, вот, есть другая точка зрения, что все, все это, так сказать, не надо, ну, история покажет, вот, но тем не менее, я просто рассказываю некоторые факты, на мой взгляд, выразительные, и вот, академик, который, правда, значит, там студентов, сложно было, кстати, обучаться, к нему сначала пришло 28 человек, осталось на третьем курсе два, вот, усушка и утруска в таком, вот, и, ну, он действительно, так, несколько барственно себя вел и говорил, что это не для всех китаистика, вот, приходил и, значит, садился за стол, сходил с чемоданом, ну, непонятно было, почему он с чемоданом ходил, то ли у него там все были учебные материалы, то ли, значит, он как уже там с вещичками для готов для отправки в солнечный Магадан, и, значит, но при этом он, представьте себе, вот, есть у него передо мной стол, он клал этот чемодан, и, значит, вот так открывал крышку, значит, экранировался, вот, и, значит, читал из-за этой крышки свою лекцию, какие-то и веды тут знают, что бы значила вот эта вот крышка, есть какие-то идеи конструктивные, у меня такое предположение, что это экран от бесов, мы тут слышали, вот, тут выступление про бесов, вот, то есть он считал, что вот эта вся публика туда пришедшая, это такие вот комсомольские бесы, так вот, чем дело-то кончилось, когда обсуждали академика, примерно, как и в Китае, там, вот, во времена культурной революции привлекли, и молодежь, и вот, самое крупное достижение академика Алексеева, это перевод, значит, необычайных рассказов, Ляо Джайли, Пасун Лина, и сам он так, в общем, полагал, и так и есть на самом деле, и вот один из студентов, он его как раз за это и критиковал, говорил, нет, это искажение образа Китая, потому что эти рассказы, они написаны таким старым конфуцианским языком, они архаичны, и более того, они еще эротичны, а это все искажение, вот, и, значит, а другой, кстати, а другим был человеком, вот тот, юбилей, достижение которого, я, значит, пытался освещать вчера, это тот, кто перевел на русский язык стихами, Шидзин, как раз тоже питерский ученый, по фамилии Штукин, вот, и вот этот, ну, тогда он уже был не студент, а молодой преподаватель, он пытался заступиться за академика, и через месяц уже был отправлен с пятью годами, значит, опять, в дальние края, вот, а тот, который, значит, обвинял, наоборот, оказался, значит, в органах спецслужб, и уже, значит, через, там, пару лет был награжден орденом, почетным знаком отличник НКВД, вот, разные судьбы, вот, мораль из, всех этих историй состоит в том, что история крайне интересна, поучительна, трагична, и, в общем, востоковедение, это наука такая непростая, и дело непростое, и вообще, вот, я, между прочим, когда нам вручали государственную премию в Кремле, я такую мысль там проводил, что востоковедение – это государственная наука, действительно, потому что исторически ее, значит, создавали кто? Дипломаты, шпионы, духовные лица, все, вот, особой категории, так сказать, персонажей, но вообще люди, так сказать, неординарные, и, но, вот, что вскрылось, так сказать, в обобщающем плане, помимо вот этих, частных историй, очень интересных и выразительных, что такая своеобразная диалектика, вот, к сожалению, студенты, по-моему, даже не понимают, что такое диалектика, ну, смысл слова, не очень понятен, но вот, типа, инь-ян, вот такой, такой китайский вариант диалектики, так вот, значит, на самом деле, действительно, вот мы тут представляем с Ириной Федоровной две школы, российского востоковедения, во всяком случае, китаистики, значит, до начала, надо различать понятие китаистика и китаеведение, или сина, синология, китаеведение и синология, это синонимы, а китаистика, китаистика, это более широкое понятие, связанное с практической деятельностью, и вот, вот это вот китаеведение, оно, оно двояко, вот у нас, вот до сих пор, не считалось, но в советские времена, что вот, есть некая советская школа, китаеведение, и вот академик Алексеев, это якобы, вот создатель такой школы, это, так сказать, дезинформация, или, попросту говоря, ложь, никаким, значит, создателем советской школы он не был, он был, может быть, создателем антисоветской школы, но, и это тоже не совсем точно, он был просто продолжателем классической синологии, а вот советская школа китаистики действительно была создана, и она была создана только не в Питере, а в Москве, и создавали ее такие люди, как Карл Радек, совсем другие люди, и тут существовал институт имени Сунья Цена, в 25-м году созданный, университет трудящихся Китая, очень интересное, между прочим, учреждение, и которое, 20, кстати, его выдающиеся достижения этого института состоит в том, что, ну, во-первых, там произвели четырех великих руководителей, значит, будущего Китая, а, во-вторых, есть такая книжка Шэнь Юэ про этот институт, переводная, значит, рекомендую почитать, а, во-вторых, они провели выдающийся шестой съезд КПК, единственный зарубежный съезд, который был в 28-м году, в Подмосковье, обращаю ваше внимание, интереснейшая тоже история, и рекомендую съездить туда, и просто зайти в это место, а предварительно посмотреть, что там было, это, между прочим, выдающаяся усадьба всесоюзного значения, памятник, мусиных, пушкиных, еще там, ртищего до них, особняк начала 19-го века, русский ампир, который просто довели до какого-то вообще самого безобразного состояния, и то есть там все было развалено, там до недавнего времени, вот несколько лет там назад, то есть есть в сети фотографии, можно посмотреть, вот там какие-то бомжи все сожгли, перекрытие уничтожили, вот одни стены остались, и вот, значит, где-то, между прочим, по-моему, девятый год еще был, начались переговоры в Питере где-то с наших руководителей, китайцы взяли на 49 лет в аренду, это теперь филиал китайского культурного центра в Москве, музей, очень интересный, рекомендую посмотреть, но в основном смотреть там надо не начинку, потому что, ну, он такой новый и пока что бедный, а вот само это здание, то есть китайцы сумели отреставрировать исторический архитектурный памятник Подмосковье, выдающийся, повторяю, так сказать, всероссийского значения, и более того, это интересная история, кстати, рекомендую ею заняться, если кто-то захочет научную работу или вот там какую-нибудь курсовую, диплом писать, потому что вот у нас есть стенограммы этого съезда на русском языке, а китайцы сейчас стали издавать тоже материалы разных своих съездов, ранних, с первого по седьмой, и первым издали как раз этот, и более того, они хотят снимать сорокасерийный фильм об этом съезде, а почему? Потому что он очень авантюрный, он проходил после разгрома вот этой всей китайской революции в 27-м году, и партия была там уничтожена, и вот эти китайские коммунисты, они тайными тропами, не оглашая имен, под какими-то номерами, псевдонимами, пробирались в Советский Союз, и вот, так сказать, там такой тайный съезд проводили, а потом еще комсомольцы там проводили. Интереснейшая история, драматичная и любопытная. Вот, значит, теперь о том, что, значит, значит, я повторяю, китаистика развивалась в 20-м веке по двум направлениям, была классическая в Питере в основном, и ориентированная на филологию. Собственно, это тезис Алексеева, синология есть филология. и, значит, и другой был подход, к которому примкнул, кстати, Конрад, который был, так сказать, не конкурент филологам, синологам из Питера, это история и общественной науки. Поэтому, вот, Радек и вокруг него разные китаисты, вот мы, кстати, издали, такой был тоже старый китаист, Карам Мурза, вот, его, значит, журналисты, новейшие, это вот его по другой линии потомки этого, Карам Мурзы. Вот мы, мы лекции недавно его издали по древнему китаисту, по средневековому, вот, в архиве российской китаистики. Вы можете посмотреть, там довольно сжатый, так, в общем, очень неплохо, культурно все это изложено. Вот. Трагический погибший, кстати, на Дальнем Востоке. И вот, значит, а здесь вот такие общественные науки, истории, там ориентация на вань-янь, на классический, здесь на бай-хуа, ну, и так далее. Что сейчас? Значит, вот, ну, первое, значит, я говорю, была, как минимум, осознанная эта история. Вот прежде чем двигаться вперед, надо осознать, что мы имеем и что было раньше. К сожалению, значит, по закону Ломоносова-Лавуази, если где-то прибавится, то в другом месте убавится. Вот, в мои времена, когда я учился, значит, была, была очень большая, значит, наука, вот, как я говорил, там, 55 человек, так, количество, если оценить в одном отделе, и очень мало, так сказать, практических работников, людей, знающих, там, живой китайский язык, хорошо и так далее. Вот это были только остатки, там, из старой жизни. Репатрианты, еще там, шпионы и так далее. А, сейчас все наоборот. Сейчас у нас количество вузов, где изучают китайский язык, в 10 раз больше, чем в советские времена. На порядок. В 10 раз больше. Людей, посещавших и видевших Китай, и владеющих языком, стало, может быть, два порядка больше. А науке стало на порядок меньше. И этому есть очень простое объяснение. Вот в московских вузах, я не знаю, как в питерском, там выпускники с языком, там даже не очень, но китайским, скажем, они у нас стартуют, значит, они претендуют на зарплату в 50-60 тысяч. А если этот человек приходит в институт востоковедения, значит, он получает там 10-15 тысяч. То есть это в 4 раза меньше. Молодежи там что-то добавляются, вот добрые директора, да. Вот весь ответ. И все. И науки нет. Ну, плюс это вот вымывание мозгов, утечка. В общем, такая вот существует проблема. Вторая проблема, вот что касается, значит, структуры. Вот история филологии, были два направления, более-менее ничего, значит, тут это было сделано. А вот, например, с философией беда. А философия, это вообще, вот для Китая, это дисциплина номер один. Обращаю ваше внимание, что не только всегда, всю историю, человечества, но и сейчас, существует до сих пор, существует единственное государство, где философия является царицей наук. Это Китай. Там до сих пор так и есть. У нас это было только до 91-го года, а потом перестало быть. Кстати, рассказываю, вот был такой случай, в Академии наук, в отделении философии, пришел господин Сурков, хорошо известный, вот сел вот так вот перед главными философами, академиками, и сказал, вот глядя им в глаза, у нас философии нет. И ни один из этих академиков ему не возразил. Ну, а ее действительно там не было, но сложный вопрос, если могу рассказать. Но, во всяком случае, вот про Китай, это так. Поэтому, значит, коротко, опять-таки, не может быть настоящего синолога, который не прошел образование по линии изучения китайской философии. Ну, если он, так сказать, не, так сказать, специалист, подобный флюсу, а вот если он, так сказать, в таком старом, вот, по-не Алексеевскому понимании, должен понимать, что такое философия. А у нас этому не обучали. У нас первые профессиональные философы, китаисты, это появились только там в 60-е годы, там единицы какие-то. Вот, помянутый, опять-таки, академик Титаренко был. И то он потом переквалифицировался. Вот. Значит, при этом сейчас должен похвастаться, в РГГУ, где вот я возглавляю центр философии Востока, существует единственная вот в России такая программа, обучение китайской философии, где есть целый курс истории китайской философии, ну, плюс там некоторые спецкурсы. Вот. Ну, это вот только одно место. К сожалению, не в замечательных местах, там, вроде нашего, бывшего ИСА, ИВЯ, сейчас ИСА, в других местах нет ничего такого. Вот даже в Вышке, которая там, есть огромное отделение стыковедней, сейчас туда, кстати, перешла из РГГУ, так называемая ИВК, из тут восточных культур и античности. Ничего такого нету, к сожалению. Вот. Так что, это очень редкая вещь, но на это надо обращать внимание. Ну, правда, можно, наверное, там в Китай ехать, как-то, значит, там это изучать на месте. Вот. Еще одна проблема фундаментальная, нерешенная, это соединение синологии с естественными науками. Это вот по линии МФТИ или ФИСТЕХ, где я возглавляю гуманитарное образование. В прошлом это факультет гуманитарных наук, сейчас это называется Центр гуманитарных и социальных наук с пятью кафедрами, или сейчас это называется департаментой. Вот вчера я там, кстати, наш этот бывший преподаватель, это господин Надеждин, который вчера, значит, я видел по телевидению, с Парахановым дискутировал о 93-м годе. Вот. Космонавт Батурид у нас там тоже преподавал, сейчас вот директор Института Истории, История и Светлана, знаний и техники. Уже не надо. Ну да, он научный руководитель. Сейчас по возрасту их там. Ну, на самом деле руководитель. Так, название сменилось. Вот. Значит, вот, кстати, перспективнейшая вещь. Рассказываю тоже конкретный пример, чтобы понятнее было. 2006 год. разгромлен ЮКОС, разгромлен ЮКОС, который, значит, занимался вот проведением трубы, это проекты на десятки миллиардов долларов. Труба, значит, вот они там думали, то ли, значит, ввести в сторону Тайваня, то ли через Китай в Японию. Остатки этого, значит, наследия ЮКОСа перешло, как вы понимаете, значит, к Роснефти. Артем Олегович, а можете, они вопросы зададут? А то у нас шоурум и диалог должен быть. А мы слушаем лекцию, так сказать, мы это знаем. Или, 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 форма какая-то у нас будет. Диалоговая. А то 45 минут просто. Я смотрю, половина заснула, а половина испугалась. А где решили, что лучше идти из этой профессии. Да вы лучше сами уйдите. Подождите, Алексей Дмитриевич. Вы уйдите, и вы отдохните. Тише, 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 тише. Интересно вам, так уйдите. Нет, а вы знаете, что у меня предложение. Вы знаете, я слушаю Артема Игоревича и очень со многим готова согласиться. Очень все вы интересно, замечательно рассказываете. Но я бы хотела задать вопрос нашей аудитории, что действительно это был диалог. Вот кто-нибудь мне может сейчас четко ответить, почему вы стали, или собираетесь стать китаистом, китаеведом? Вот по какой причине, что вас сюда привело? Вот какая причина? Пожалуйста, не стесняйтесь, они могут быть самыми разными, они всегда такими были. Это будет самое интересное и для вас, и для нас. Да, и мы... А то мы вам тут расскажем три часа лекции. Да, потому что, конечно, судьба людей, это важный показатель, это рожение времени. Это характеристика ваших лекций? Алексей Дмитриевич, вы как-то это прошли. Вы уж как-то перешли границу. Не уходите, не уходите. Ну вы как-то это все прошли. Кто готов ответить на этот вопрос? Вы же сказали, я вам расскажу. Вы как-то перешли границу, мне кажется. Это тоже проблема китаеведения, кстати, о котором вы рассказывали. Нетерпимость к другим взглядам, к другим мнениям и так далее, о чем вы много рассказали и правильно рассказали. Так, ну что, дорогие студенты, а то я уже блистик к просветлению. Ответьте, вот интересно, почему сейчас вот поколение, поколение приходит и занимается Китаем? Что это для вас главное? Язык? Вы хотите в Китай поехать, там обосноваться, жить? Надо сказать, вот на этот вопрос очень, этот ответ очень многие дают на заданный вопрос. Вот мне приходится судить иногда конкурсы, ну там, у нас детские конкурсы китайского языка, и очень многие, дети прекрасные, говорят, я хочу жить в Китае, мне там хорошо, мне там комфортно. А вы преподаете где-то? Не где-то, а на восточном факультете, древнекитайский. Ну дайте им сказать. Да, дайте им сказать. сказать. Ну смелее, пожалуй, очень, очень против. Говорите, это очень интересно. Это интересно. Почему? Почему мы спрашиваем, да, потому что тут вот версия Стругацкий пришел потому что, да, Тарковский пришел потому что, а пришли они в Институт военных переводчиков, потому что это было элитарное заведение, которое давало великолепное образование, несравнимое в то время даже с гуманитарными вузами. Так получилось. Возглавлял генерал Биези, европейский образованный человек, который смог подготовить вот такого рода людей. То есть это было престижно? Это было очень престижно. И они понимали, что они получат, поступив и отучившись там. И, конечно, Стругацкий там, так сказать, понятно, всем хочется говорить, что я вообще не учился, а, так сказать, на меня снизошло, и я стал обладать знаниями. На самом деле, там была очень жесткая структура подготовки. Параллельно с людьми, академиками, которые там читали, ну и так далее, и так далее. Ну и так, почему же Китай все-таки? Почему Китай? Почему Востоковедение? Что вас привело? Конъюнктура, не стесняйтесь. Добрый день, меня зовут Динара, я студентка третьего курса. Почему я поступила именно на Востоковедение? Просто потому, что мне легко даются языки, я хотела попробовать для себя что-то абсолютно новое, что-то неизведанное. Для меня было это именно Китай. То есть ради собственного развития? Да, именно так. Нормально. А вот то поколение, о котором говорили, они ведь тоже поэтому туда поступали, потому что они понимали, что там нужно много работать, да, и там не будут, ну, в зависимости учреждения, конечно, не будут заставлять, нужно было освоить, конечно, марксизм, но понятно, что Восток так шире марксизма. Да, и ответ был, почему пошел, потому что трудно. совершенно верно. Да, потому что трудно, но сейчас, наверное, что-то другое, все, никто больше сказать ничего не хочет. Видимо, остальные единогласно присоединились. Наверное, Все-таки почему? Потому что такой выбор, прислушайтесь к себе, он на самом деле очень глубокий. На самом деле очень глубокий. У нас у русских, я имею в виду и татар тоже, как россиян, очень сильна азиатская компонента. Мы даже ее не осознаем. Но она действует в быту, в нашей профессиональной деловой жизни. И на самом деле, ведь исторически сложилось. Россия — это евразийское государство, и, наверное, вы идете для того, чтобы познать самого себя. Правильно? Вот у вас способности к языкам. А можно я скажу, как человек, который работает с китайским языком? Да, очень интересно. Я изучать язык китайский начала еще 13-14 лет назад. И тогда китайский язык был непопулярный в городе Казани. Он был неактуален. И у нас в группе было всего 8 человек. При этом 5 из них туда пошли только для того, чтобы наполнить группу китайского языка. А все остальные пришли с какими-то действительно целями и задачами. И вот я могу сказать, что в китайский язык меня привела судьба. То есть я поступала в университет на восток, потому что меня манил восток. Я хотела не европейский язык, я хотела что-то восточное. Наверное, тоже давали корни о себе знать, да? Мне хотелось что-то восточное, мне хотелось либо японский, либо китайский. Это должен был какой-то язык, который не содержал латиницы, чтобы там не было никакого алфавита, чтобы это было что-то такое интересное. На тот момент так казалось мне. Как читать картинку, да? Да, чтобы это была картинка, чтобы там не было орфографии, потому что мне с орфографией в европейских языках давалось все плохо. И я понимала, что это должно быть что-то такое неординарное. И судьба привела меня именно в китайский язык. Это оказался китайский язык. И я благодарна судьбе, что она меня свела именно с китайским языком. Ну, замечательно. Нет, это очень перспективная профессия. И вот вы говорите, язык, все-таки язык на первом месте. Все-таки изучать язык. Ну, я кандидат филологических наук, то есть меня интересовал больше язык, и всегда уходила я больше в язык. Но могу сказать, что без истории, философии, это сегодня прозвучало, что китайский язык невозможно изучить без культуры, истории, философии и всего остального. То есть это комплексная наука, то есть здесь к языку подходишь немножко глубже, чем... А вот это было на самом деле и пунктом разногласий между исторической и филологической школой. И почему Алексеева считает основоположником, значит, ну не советской, сейчас мы понимаем, что это та школа, которая после 17-го года стала образовываться. Потому что он говорил, без языка, без философии, без литературы невозможно стать синологом. А историки, там, Радек, вообще крайняя точка зрения вот в этой исторической школе, они говорят, овладеете марксизмом и будете понимать все. Вам не нужна будет ни история, ни философия и так далее, и так далее. И значение Алексеева не только в том, что он перевел, действительно, его переводы классические, но он и написал, но только он не мог опубликовать. Но у него был ученик Виктор Петров, который всю свою жизнь посвятил изданию вот этого наследия. Сколько? Четыре тома? Вот такие книги. Наука о Востоке. Да, поэтому... Да нет таких четырех томов. Нет, том один. Один? Один. Один том том. Да не путайте, это по труду по литературе. Место Конрада и вместо Алексеева синологии разное, потому что значение их не одинаковое. Нет, тут у каждого право, у каждого своя синология. Вот ради чего? Вот ради науки. Вот Евгений Иванович Качанов, который очень плохо говорил по-китайски, то есть разговорный, он практически... Он великолепный исследователь. Это гений просто. И потрясающая личность была. Самородок. Действительно человек, который вытянул на себе целую научную дисциплину. Тангутоведение, мертвый язык, который... Ну, китайцы считают, что это шао шуминзу, что они принадлежат Китаю. Но вот тем не менее, вот пример такой. Научные тексты, как ребята переводят. Ну, просто извините, Докачанова эту науку создал Невский, которого расстреляли. Вот вон об этом надо. Ну, действительно, наша история трагична. Но мы все-таки надеемся, да, вот вы рассказали, действительно. У меня, извините, моя семья пострадала так, я не хочу рассказывать. Больше, чем какая-либо другая. Но я точно понимаю, мы сидим здесь, мы, в общем-то, с благополучной судьбой. Все, втроем. И не надо им говорить. Они должны знать историю. Но история состоит не только из трагических страниц. История комплексна, так же, как и китаеведение. Поэтому она не вся состоит из людей, которых расстреляли. Хотя, действительно, это ужасно, что так произошло в нашей истории. Вот эта нетерпимость ведь продолжает оставаться. Мы спорим, но мы должны уважать друг друга. Мы должны дать другому сказать. Мы должны иметь возможность высказать другую точку зрения. Послушайте, ну перестаньте тут и поучать. Дорогой товарищ, значит, ну говорите, что вы узнаете. Артем Игоревич, ну вы это 45 минут делали, а я говорю, что три минуты. Ну вот и все. Ну что, минутами мериться. Так, дорогие студенты, я вижу, по глазам вижу, созрели. Созрели, созрели. Вы не удивляетесь. А мы вас разогреваем. Если позволите, я еще пока сделаю комментарий, да, вот к тому, что еще сказала Светлана Юрьевна. Вот все-таки так получилось, что вот изначально, когда у нас возрождалось уже в Казани, по сути, ведь мы с практического, да, начали тоже китай-ведение. То есть это излучение языка с 89-го, с 90-го года. Нормально. Нормально, нормально. И так действительно получилось до сих пор, что вот несмотря на то, что мы теперь делаем акцент, ну, собственно, не случайно в названии, да, как всегда, в названии, что диссертации, что учреждения, что на первое место выносится смысловое, то оно выносится и словами. Международные отношения у нас стоят. Вот, но это позиция, это официальная позиция, вот. И тем не менее, все равно же получается, что все-таки получается мы здесь в какой-то степени, пусть это будет сильная натяжка, все равно мы в какой-то степени Алексеевскую это наследие продолжаем, потому что все равно это язык. И даже наши историки, они все равно язык получают в том же объеме, что и филологи. Собственно, вот тут почему в ответах прозвучавших-то язык тоже на первое место становился. Ну, в принципе, это правильно. Ну, понимаете, вот все-таки Алексеев это понимал глубже. Безусловно. Он понимается, потому что язык это как некое средство, с помощью которого... Ну, и как некая реальность тоже, в которой ты варишься. А вот теперь можно спорить сразу, да, значит, почему, и это, я думаю, интересная тема для дискуссии. Ну, хорошо, а если вы занимаетесь современной финансовой системой, современного Китая, да, вот вам нужна поэзия, я скажу, да, но она точно не поможет в понимании фондового рынка, да. Значит, как готовить комплексного Китая-Вета, да, можно ему дать все одновременно, в какой степени давать. Вот интересный вопрос. Физически ли это возможно, да? Да, физически ли это? Вы знаете, я могу ответить на этот вопрос, потому что Виктор Васильевич Петров, это как раз мой учитель Виньянь. Вот, и он у него был чудесный курс, но он, к сожалению, уже заболел, и он не довел его до конца. У нас словари и справочники великолепные. И он всегда говорил, я не могу вам вот всю эту махину знаний передать сейчас, но я должен показать вам, где и как найти, чтобы вы умели искать. И поэтому пусть вы не успеваете давать поэзию, но им надо говорить, что это нужно читать, это нужно осваивать. Что оно вообще есть, кстати. Да, потому что вот молодые китаисты очень многие крайне невежественные. Вот, не то, что они меня, они вас не читают. А вот здесь еще один вопрос, самообразование Китая-Вета, невозможно научить всему, невозможно. Невозможно, но нужно говорить, что это нужно. Так, подождите, друзья, только давайте не все сразу. Значит, вот поднят действительно интересный вопрос насчет, значит, комплексности. Значит, сообщаю следующий факт. Вот недавно, вот только недавно при новом министре было решено оставить востоковедение как официальную дисциплину. А вот до этого, при прошлом министре, да, значит, было предложено, и даже на некотором совете, где, кстати, против... Михаил Борисович был единственным, кто высказался о пользе востоковедения. Ну, тем не менее, при отчете о голосовании все проголосовали за. То есть он высказался, но проголосовал за. Вот. А вот, по-моему, мой коллега тоже, значит, противник. Я, кстати, не хочу опровергать полностью, потому что я... А с чего вы решили, что я противник? Насколько мне известно. А вы вот откуда это взяли? Ну, послушайте, а вы сейчас меня опровергните. Вот, вот. Значит, я специально, вот мы же с вами тут играем. Подкалываете, подкалываете. Да. Обижайтесь, когда вас подкалывают. Спокойно, спокойно, не возбуждайте. Так вот, значит, проблема в чем состоит китоведение и востоковедение в целом? На самом деле, это действительно вопрос с точки зрения науковедения. Есть такая наука или нет? Вот, ну, обычные, значит, контраргументы. А вот западноведение, вот западноведение никакого нету, правильно? Есть история, есть филология нормальная, есть философия. А никакого западноведения нету. Значит, объяснения могут быть двояки. Или это историческая случайность, просто потому что сложный предмет. И так получалось, что эти вот штучные люди должны были знать все в прошлом. А сейчас мы уже в 21 веке, уже так не должно быть. Уже должны... Вот поднятый вопрос. Если это экономист, язык и науку, экономику или там экономикс. Вот, если он, значит, философ, знай там язык и, значит, науку, философию и так далее. И вот на этом основании, в общем-то, вполне рациональном. И было предложено ликвидировать эту дисциплину как класс. Значит, тем не менее, есть аргументы в пользу того, что некоторая специфика востоковедения существует. Имейте в виду, что это такая проблема есть. Мы ее с вами тут не решим. И вообще лучше понимать, что есть много проблем. Вот я и коснулся. Так, коллеги дорогие, вот мне кажется, здесь вот можно цезуру поставить, по крайней мере, как в поэзии. Потому что, понимаете, какая ситуация, да? Если позволите, я опять стругацкую аналогию проведу. Уже не от старшего брата, а от младшего. У него когда однажды спросили, кто у него любимый писатель, ну, такой стандартный вопрос. Он на него ответил, сейчас не суть важно, кого он назвал. Но дальше последовал вопрос, ну, по крайней мере, не вполне тривиальный. Вопрос был такой. А, собственно, вот что бы вы ему сказали, если бы по отчечаянию вы бы с ним оказались в одном помещении? И на это последовал еще один парадоксальный ответ. Он говорит, вы знаете, а я, говорит, большим бы удовольствием на него посмотрел. Может быть, послушал бы, чего он бы мне захотел сказать. Но вот как-то вот вопроса бы у меня не возникло. А у Бориса Стругацкого, соответственно, вот, как его, так сказать, условно говоря, кумир. Вот мне бы не хотелось, чтобы у нас просто вот опять игра шла в одни ворота. Почему, что, безусловно, да, у нас коллеги, так сказать, прекрасно друг друга знают. Они прекрасно, так сказать, вот владеют искусством подачи и отливания. Но я боюсь, что у нас наша аудитория сейчас вот оказывается в положении просящих просветления. Осветление, да, как в коане, что ты держишься за одной рукой, за торчащий корень. После чего тебе учитель говорит, хлопни одной ладонью о пустоту. Вот, чтобы вот такого вот у нас не было. А может быть, они других коанов боятся? Учитель, он подойдет, учитель научи, а учитель хрязь по голове. Бамбуковой палкой, да, или что-нибудь тяжелее. Я все-таки надеюсь, что нам сейчас таких страшных откровений не скажут, хотя, конечно, что только не услышишь о себе, вот, в непринужденной обстановке. Но, тем не менее, вот мне бы хотелось все-таки вернуться бы, наверное, да, к тому, что Ирина Федоровна вот начала интересоваться. Потому что, видите, пока вот мы отошли, отталкиваемся, по крайней мере, только от языка. И если позволите мне такое слово, даже от какой-то некой экзотики. Это, в принципе, нормально? Нет, ну это не экзотика, это на первый взгляд экзотика. А для нас, это вот для вообще России, это часть собственной культуры. Причем зачастую даже неосознаваемая. Абсолютно точно, абсолютно точно. Более того, это всегда было частью государственной идеологии. Вот если взять вообще в истории востоковедения, было два золотых периода. Дважды случалось. Первый раз это, я не беру вот становление, там, 1730 год, приезд Байера, создание азиатского музея 18. Тем не менее, азиатский музей в Петербурге появился раньше, чем русский. Вот на минуточку. Да, вот на 100 лет, практически на 100 лет. Вот так получилось, действительно так сложилось. Вот насколько это было важно. 1834 год. Правительство российское всем дипломатам, которые работают на востоке, дает поручение покупать рукописи книги на восточных языках. То есть, вот значение письменности, традиции, которые вообще книгу на востоке уважают, к сожалению, для нас гораздо больше, чем у нас. Вот в России, в Европе и так далее. Книга — это источник, знаете, учителя уважают необыкновенно, не так, как у нас. Но вот если вернуться к золотому периоду, золотой период востоковедения связан как раз вот с периодом августейшего президента, Каэра, Константин Константиновича Романова, великого князя, который возглавлял Академию наук. Но вот его такой патронаж востоковедения... И был поэтом. Да, знаем-то, да, в курсе. Ну, о поэзии. Да, 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 да. Вот, значит, вот период его такого патронажа востоковедению, переписка с Васильевым, поддержка экспедиции, это было, в общем-то, подготовлено довольно таким успешным разворотом России к востоку. То есть Россия превращается в мировую державу. Осваивает Дальний Восток, Центральную Азию, собственно говоря. Вот на просторах Центральной Азии разворачивается такое действие, как большая игра, которую Россия, кстати сказать, выигрывает. И символом этого было назначение генеральным консулом в Кашгаре Николая Федоровича Петровского, который в одном из своих песен при Жевальскому писал «Дайте мне полномочия, и я так же аккуратно присоединю к России сеньзян, как Кауфман присоединил Фергану». Вот так он писал. И действительно, Маккартни, представитель Великобритании, он там сидел, сидел еще 18 лет, и только после этого... А зачем же Ильийский край отдали? А потому что случилась японская война, которой мы проиграли. Нет, какая Ильийский край? Ильийский край, я занимался специальным этим вопросом. Да-да-да, ну крах в политике восточной. Взяли, потому что было обращение китайских властей, они не могли удержать эти территории, потому что там были восстания. Продержали 10 лет, возникла полемика внутри, в частности, служб безопасности, финансовая служба. Решил царь. Царь сказал, нам не принадлежало, мы должны вернуть. Есть его резолюция личная. Нет, ну это вопрос уже политики. Тут, понимаете, все равно геополитический вектор, он шел по нарастающей. И вот веха вот этого, ну краха, что ли, это как раз вот японская война. Ну, в смысле был такой, не принадлежащие брать нельзя. Да, это японская война. И вот заканчивается период, но потом, значит, все-таки я бы призвала не однозначно оценивать политику большевиков по отношению не только к востоковедению, но и к науке в целом. Потому что самые первые акции, которые были проведены, их, собственно говоря, академики добивались десятилетиями. Вот создание института. Проект Курнакова, физико-химия, в общем, короче говоря, физико-химического института был предложен, по-моему, в 1910 году. И пошла война, вот эта институциализация науки, которую очень поддерживал Альбенбург. А он говорил, между прочим, 18-й век был веком академии, и 19-й век был веком университетской науки, 20-й век будет веком институтов. Что сейчас нас в 21 веке ждет? Ну, у меня тоже есть на этот, в общем, счет свое мнение. Ну, в общем, ладно. Принимается буквально одновременно реформа орфографии русского языка. Потом что? Календарь григорианский. Потом ведется там целый ряд комиссий, создается учет природохозяйственных ресурсов. То есть, в общем-то, академия превращается в государственную структуру. Но 30-е годы, смена элит бюрократических, это все, естественно, нарушает. Тем более война Великая Отечественная. И вот второй период наступает, период связан Артем Игоревич с институтом востоковедения в Москве. Потому что 50-й год, решение принимает правительство перевести институт востоковедения в Москве ближе к правительствующим структурам. Потому что меняется в корне политическая ситуация в мире. Советский Союз, как основная держава, которая на своих плечах вынесла тяжесть Второй мировой войны, становится, превращается в одну из ведущих в мире держав. И кроме того, на Востоке происходят процессы, о которых вы уже говорили, которые требуют, что называется, внимания. Вот как вообще будет дальнейшее, вообще определяться будущее этих государств? И вот опять востоковедение, вот вы чувствуете, оно становится важным фактором идеологии, более того, даже политики Советского Союза на Востоке. В институте появляется великолепный, очень сильный, мощный, авторитетный государственный деятель, директор Бабаджан Гафурович Гафуров, который до этого возглавлял, был первым секретарем Компартии Таджикистана. Институту дает тысячу ставок, тысячу ставок. Но у нас вот наша структура, которая была вообще-то в 30-й год, институт Востоковедения полностью находился в Ленинграде, то есть такая преемственность наблюдается. Но рукописную коллекцию, самую большую на территории Советского Союза и России, библиотеку решено было оставить в Ленинграде. Там образуется ленинградское отделение, потом, естественно, санкт-петербургский филиал института Востоковедения, но его возглавляет тоже очень сильный человек, легендарный директор Эрмитажа в годы войны, Иосиф Абгарч Арбели. И вот этот первый период становления института Востоковедения в Ленинграде, это как раз такое ощутимое поддержание преемства. Потому что Арбели ученик Мара, человек еще той культуры, который практически с Эльденбургом одновременно, младший Эльденбурга, около 20 лет. Ну, в общем, короче говоря, человек, который помнит еще ту традицию. И надо сказать, что вот он, это классическое востоковедение, что называется спас. И всегда были такие люди, вот опять же к вопросу, переходя на личности, о которых вы говорили. То есть каждая личность, она не просто так возникает. Это, естественно, продукт эпохи, потому ваш проект очень интересен, и, конечно, вообще всячески его надо поддерживать, и с ним, как говорят, сотрудничать. Но вот это вот становление, когда Питер — это традиция классическая, а Москва — это в первую очередь практическая структура, она формируется вот как раз в этот период. Но, к сожалению, и тогда, конечно, Икан никуда не исчез. Арбели, хотела сказать. Гафора выступала с тронными речами, создается издательство «Восточная литература». Планы колоссальные, международная деятельность. То есть он как государственный деятель ездит по миру, он приглашает крупные делегации. То есть это действительно структура, которая работает на государство. Но заканчивается Гафоровский период, заканчивается Примаковский, ситуация объективно меняется в стране, и мы имеем то, что мы имеем сейчас. И вот сейчас, конечно, надо как-то продумать, что будет дальше. Вот что будет дальше. Вот извините, я подписываюсь под всеми словами, но добавляю два сюжета. Значит, вот действительно, создали издательство «Восточная литература». Вы даже себе представить не можете, какое значение это имело издательство, которое называлось «Дрейер из дат», когда там был бывший танкист, директор Дрейер. Там книжки издавались 50-100 тысячными тиражами. Туда просто, значит, это был такой духовный центр такой культурной советской жизни. И во что это превратилось? Значит, особняк был в центре Москвы трехэтажный. — Был. Он и есть. — Нет, теперь его нет. Ну, за ними его отжали. — За издательство? — А теперь это издательство, извиняюсь, меня, их поместили сначала в мансарду, куда даже пожилые ученые подняться не могли на четвертый этаж. А там находиться было в летнее время невозможно. А сейчас их в типографию выбросили. — Там лучше. — Вот. Это падение ниже плинтуса, что называется. — Нет, ну, извините, но это отношение государства. Это не падение самого издательства, которое держится на энтузиастах. — Да, и литература, которая пользуется очень большим спросом. — Ну, нет, про большой спрос... — Дорогие, мне подсказали, что у нас страшно сказать 10 минут. — Осталось, да? — И мне бы до такой степени не хотелось вот на такой вот минорной ноте, так сказать, наше собрание совершать. — А давайте я сейчас про героев вот этих, из низовоенного института расскажу, поскольку здесь было упомянуто, наверное, студентам неизвестное имя Марра, значит, который имел, значит, ну, такой полусумасшедший, кстати, полушотландец, значит, полугрузин, сумасшедший гений, — Вот, и демон российской науки, который сначала там все возглавлял, а потом его, значит, товарищ Сталин отменил. Так вот, а востоковеды во главе с Конрадом как раз к этому, значит, приложились, поклонились, значит, демону Марру, и когда был первый номер вопросов языка знания, то журнал открыли, да, вот тогда вот на этой всей волне, то, естественно, стали, значит, восхвалять Сталина как главного лингвиста вообще в мире, а ее академик Конрад тоже приложился, значит, от имени востоковедника китайского и японского языка. Ну, очень интересный вопрос, кстати, многие эти вопросы нерешенные о характере языка, вот у них, кстати, в Питере, замечательный лингвист господин Касевич, вот я очень рекомендую почитать эти работы. Так вот, а кто, и на этой всей волне, когда стали разоблачать маристов, один человек вышел и сказал, всю ответственность за маризм в синологии беру на себя, 52-й год. За эту фразу можно было тут же вот к стенке поставить. Это был профессор Ашанин, как раз преподаватель вот этого института военного и, в общем, продолжатель дела Алексеева, тоже им не сделано, еще больше проект, кстати, благодаря которому он выжил, Алексеев-то выжил, почему? Потому что на нем висел вот этот большой китайско-русский словарь, и политическая конъюнктура требовала, значит, общения с Китаем и все-таки вот создание этого словаря. Я думаю, что вот это основной аргумент. Ну, плюс там личные отношения с президентом Академии наук и так далее. Вот, а когда он умер, то это дело при нем не разрешенное, хотя тоже уже там были, значит, все пилотные выпуски, при нем ничего не получилось, и только вот его то и то же посмертно, уже после смерти профессора Ашанина вышел этот замечательный четырехтомник черный, который, кстати, знаком качества, который является следующим. Ну, то, что он получил госпремию, это одно. У нас две госпремии по китайстике за всю историю. Это вот этот и энциклопедия «Духовная культура Китая». Кстати, рекомендую. Вот, она есть в сети. И сайт, о котором я говорил, это производная от энциклопедии «Духовная культура Китая». Вот два, так сказать, выдающихся достижения. Третье мировое достижение, так на всякий случай, вот вы хотите тут мажора, да, вот вам... Их есть у меня, да. Значит, я два мировых достижения, в мировом масштабе, как говорил, значит, Петька, значит, в фильме. Это вот энциклопедия и словарь, про словарь. Тут же его китайцы передрали, вот, и, значит, пиратским путем переиздали, что есть очень хорошо, это показатель качества. А, значит, третье, это изданный девятитомник, перевод исторических записок «Самотяня». 150 лет мировая синология пыталась перевести этот текст, сумели только мы, и вот издали, причем повторив подвиг создателей, создавали отец и сын Самотяне Самотяне, и сделали тоже отец и сын Вяткин старший и Вяткин младший. С 72-го по 10-й год. Это еще Таскин там был, не забыли. Нет, нет, я никого не забыл, вот, там, конечно, было действительно Таскин, это правильно, но там был не только Таскин, там был, если уж вы хотите, полный список, там был и Таскин, и Карапетянц, и Дмитриев, и Корольков, и Ульянов, в конце концов, но, значит, два вот основных, и вообще-то, на самом деле, как история сейчас показала, вот этого никто не знает, это недавнее тоже открытие, зачинателем всего этого дела был Михаил Васильевич Крюков, на самом деле, который, до студентов рассказываю, который на пятом курсе написал диплом о сына Тяне, когда еще господин Вяткин ни сном, ни духом, он военными делами занимался, и там преподавал язык, и к науке не имел никакого отношения. Так вот, тогда уже, значит, выдающееся, гениальное обращение, гениальный наш, лучший, может быть, синолог российский, Михаил Васильевич Крюков, значит, уже написал диплом, и в 55-м году, по-моему, о нем была статья, опубликована в журнале «Смена», который тоже был такой советский официоз, чтобы вот о студенте с дипломом написать целую статью, и поместить его портрет, это вообще какое-то чудо-чудное, диво-дивное, сейчас я такого вообще не встретил. Кстати, чудный пример для подражания молодым людям. Я про закончу. И он, оказавшись у нас в институте востоковедения, как раз побудил Вяткина заняться с ивотянем, а потом, правда, оказался в Китае, и Вяткин стал заниматься, а он уже перешел. Но предисловие к этому изданию принадлежит... Сделал именно, безусловно. Так, ну что же, молодые люди, мне кажется, что, во-первых, вот здесь вот вам уже тут некое заложено, не то что мораль, уже, можно сказать, дорога в будущее. И в рамках нашей сегодняшней встречи, ну что, последнюю делаем попытку расшевелить нашу, так сказать, дорогую публику. Нет, я, безусловно, вижу, что контакт состоялся, но вот все-таки бы еще хотелось бы... Но только первого рода. Ну да, как о первого рода, безусловно, по этой классификации. Ну мне, вы знаете, все-таки хотелось сказать, что коль скоро вы избрали эту трудную специальность, она нелегкая. Вот, вы должны понимать, что она все-таки очень престижная. Потому что китайский язык, это, конечно, и древний, и очень сложный язык, который надо осваивать всю жизнь. И, уверяю вас, вот, достигнулся, что называется, моего возраста, вы сможете сказать, что... Нет, все-таки мы его еще пока как следует не знаем. Вот, это да. И надо оставаться в профессии, потому что сейчас время сложное, надо вам... Пока еще вы совсем молодые. Вот пока молодые, не создали семьи, работайте на себя. Вот каждое слово, ваша научная работа, вот каждое слово, каждая страница, это ваша часть вашей карьеры. Поэтому наука, это тоже очень престижное занятие, и не зря на Востоке ее всегда очень ценили. И профессора уважали больше, чем бизнесмена, которого называли просто торговец. Да, из четырех сословий это было... Низшее. Самое, да, неуважаемое. Поэтому, видите, акценты поменялись, но вы все-таки... Во-первых, очень многие из вас люди восточной культуры, принадлежите к ней по рождению, а кроме того, раз вы избрали такую специальность, то это часть вашего менталитета. Поэтому я призываю заниматься все-таки исследовательской деятельностью, обращать на нее внимание. Если у вас есть к этому склонность, эту склонность не терять. Ну, поблагодарим. Искренне, бурными и продолжительными аплодисментами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова